Сегодня в выпуске. По закону военного времени в Башкирии продолжается борьба с суррогатным алкоголем. Впервые в Уфимской школе начнут изучать итальянский язык. И супергерои, боевые маги и ожившие персонажи аниме. В Уфе прошел один из самых масштабных российских косплей-фестивалей. В Башкирии продолжается борьба с нелегальным алкоголем. За последние 7 месяцев надзорные органы прикрыли 8 подпольных цехов по производству контрафакта. В прошлом году от суррогата умерло 212 жителей республики. В этом в два раза меньше. Это коррелируется также с значительным увеличением объемов конфискованной продукции, которая в несколько раз превышает все то, что конфисковали в прошлом году за весь год. В несколько раз. Враг наш здесь очень изощрен. Бизнес этот очень маржинален. И нам еще долго-долго по этим придется поработать. 68 уголовных дел и штрафы на 8 миллионов рублей. Такие итоги по борьбе с производителями контрафактного алкоголя подвели на совещании в Доме Республики. Антирейтинг по производству суррогата возглавили Белебей, Стерлитамак и Сибай. Не отстает ли Уфа? Вреу главы поручил Ульфату Мустафину обратить внимание на точки нелегальной продажи алкоголя в башкирской столице. Калининские и Орджоникинские районы фонит так, что очень это серьезно. Продажа нелегального алкоголя еще осуществляется под видом всевозможных кафешек. Я не против ночных кафе, но если это кафе, если это прикрытие для продажи алкоголя, то это безобразно. Я пригласил эту общественную организацию антидилер. Мне сказали, что в одну из ночей паренек из антидилера стоял 15 минут в очереди, чтобы купить алкоголь. 15 минут в очереди. Это о чем говорит? Что продажа алкоголя осуществляется. Несмотря на первые успехи, расслабляться рано. Это лишь вершина айсберга, считает в Рио главы. Ради Хабиров поручил чиновникам продолжить работу по борьбе с нелегальным алкоголем, подключить к ней общественность, а в случае необходимости выходить и на федеральный уровень. Кстати, по продаже алкоголя несовершеннолетним, если у этого человека рука поднимается, алкоголь продавать несовершеннолетним, с ним по законам военного времени надо поступать. Здесь нужно предельно жесткие меры государственного реагирования, чтобы человек никогда в жизни больше об этом не задумывался. Внешнюю поверхность айсберга этой части мы прихватили, но надо дальше идти. Всего по республике изъято более 60 тысяч литров суррогата. Напомним, в этом году в Башкирии ужесточили правила продажи алкоголя. В магазинах спиртное можно купить с 10 утра до 10 вечера. Также власти запретили его продажу в определенные праздничные дни, в том числе и в День знаний. Глеб Безбородов, Андрей Шуняев, городской телеканал ЮТВ. В этом заведении поют на английском, говорят на русском, готовят по-итальянски. Семью Капиэлла в Уфе знает каждый. В Турине итальянец влюбился в русскую официантку и женился. Спустя время решили переехать в родной город супруги и открыли здесь итальянскую пиццерию-тратарию. Он говорит, я никогда особо не учился для этого. У меня пришло там от бабушки, от мамы. Так постепенно я, даже когда в армии служил. Домашние, фетучины, десерты, только руками. Вот, сейчас, видишь? Пара воспитывает двоих сыновей. Папа передает им традиции своей страны. Вместе поют песни на родном языке Элио и готовят пиццу. Но в России старший сын начал забывать итальянский. То есть он какие-то слова уже не может правильно сказать. То есть он его вроде как говорит, но неправильно. То есть его надо... Да. Он уже даже не помнит. Вот он слышит, как вот слышит. И вот когда вот это все происходило, я говорю, ты понял, что для детей нужно, чтобы дети учили, чтобы они не забывали все-таки второй свой язык. Год назад по инициативе Элио в Уфе организовали итальянскую общественную ассоциацию Сант-Агостину. Она стала инициатором ведения в Уфимской школе изучения итальянского языка. В лицее номер 160 идею поддержали. В мае этого года состояла встреча представителей администрации города с послом Италии, где было принято решение. В школе уже нашли учителя, закупили учебники и ждут начала нового учебного года. В этот лицее отправятся и дети Элио и Оксаны. А ты бы хотел в школе изучать итальянский язык? Ну да, хотелось. Для чего тебе это нужно? Ну, я хотел в будущее полететь в Италию и там учиться. В школе повер. Ну, после школы сюда я вернусь, к папе. В Башкирии живет 13 итальянских семей. И все они сталкиваются с теми же трудностями, что и семья Капиелла. Преодолевать их вместе намного легче. В этом помогает ассоциация. Но примкнуть к ней могут не только итальянцы. Так почетными членами стали временно исполняющие обязанности главы региона вместе с женой Корене Хабировой. Вообще ассоциация началась с маленькой идеей Элио. Сплотить итальянскую общину и помочь одному приюту в Иглинском районе. Началось все с этой идеи. Но потом постепенно, как говорится, завертелось, закружилось. Мы соединили этот проект с Центром итальянского языка, с развитием культуры итальянского языка и культуры Италии в Башкирии. И на сегодняшний день у нас очень много проектов запланировано, в том числе на этот год, на 2020. Члены итальянской ассоциации встречаются пару раз в месяц, где обсуждают интересные темы, посвященные культуре Италии. Организуют кинопросмотры итальянского кино, фестивали и праздники. Их мечта – сделать в феврале 2020 года большой итальянский карнавал, который пройдет по улицам Уфы. Ассоциация не родилась только для языка. В Италии так принято. Когда у тебя есть ассоциация, ты кому-то помогаешь. Мы нашли в Иглино детский приют. Мы к ним периодически ездим. Чем можем, помогаем. Собираем вещи, деньги, организуем мастер-классы. И все люди могут к нам тоже присоединиться в этом деле. На сегодняшний день в Башкирии живут представители 160 национальностей. Культура каждой из них уникальна и неповторима. И у жителей Башкирии есть возможность изучать и познавать мир даже в пределах своей республики. Анастасия Ходзик, Анастасия Никишина и Сергей Ямаев. Городской телеканал ЮТВ. В Уфе стали чаще болеть. Об этом на оперативном совещании в мэрии сообщил представитель Роспотребнадзора Рима Ахмедшина. Эпидемиологическая ситуация в городе Уфе перед началом учебного года остается благополучной. Однако на этом фоне продолжается рост заболеваемости среди детей коклюша за 7 месяцев 3,9 раза. Энтеровирусная инфекция превышение в 1,4 раза. Остается настороженность покоря. Приближается эпидемиологический сезон по гриппу. 26 августа в город поступила первая партия вакцины от гриппа. Она будет направлена прежде всего в дошкольные и общевыразовательные организации. Следует готовиться к приюмочной кампании. Коклюш – это инфекционное заболевание, которое возникает преимущественно у детей. Оно поражает дыхательные пути и вызывает приступы спазматического кашля, который лечится несколько недель. В Уфе машина едва не провалилась под землю. Утром 27 августа во дворе домов 28 и 28 дробь 1 по улице Бессонова произошел прорыв водопроводной трубы. В Центральную аварийную диспетчерскую службу МУП «Фаудоканал» поступила заявка об утечке из земли на водопроводе диаметром 150 мм. После проведения согласования коммуникации с помощью эвакуатора были убраны легковые автомобили и начатые земляные работы, а также получено согласование на аварийное отключение холодного водоснабжения по ряду адресов, которые указаны на официальном сайте МУП «Фаудоканал». Вода размыла грунт, что привело к его просадке. Автомобиль одного из жильцов начал уходить в образовавшийся провал. Пострадавшие транспортные средства и другие машины, находящиеся поблизости, были эвакуированы. Напомним, карстовые воронки, уносящие автомобили, не раз были зафиксированы в башкирской столице. Так, например, 8 августа изменение грунта снова появилось на улице Интернациональной, где три года назад в таком провале бесследно исчезла отечественная малолитражка. Незначительные воронки появляются вновь и вновь во многих районах города. В минувшие выходные в Набережных Челнах прошли международные соревнования по спид-кубингу – скоростной сборке кубика Рубика. 71 участнику из разных городов России предстояло собрать кубики не только за несколько секунд, но и одной рукой. С закрытыми глазами и даже сделать это с помощью ног. Почетное второе место в турнире занял дертюлинец Аяс Менигалеев. Он готовился к соревнованиям всего полгода, а Аяс обещал, что в следующем турнире настраивается только на золото. Уфинка в парке Якутова сняла на видео романтичную пару пенсионеров. Ролик моментально разлетелся по соцсетям. На кадрах видно, как по водоему плывет лодка с женщиной и мужчиной на борту. В какой-то момент он пытается приблизиться к своей любимой, очевидно, чтобы поцеловать, но не дотягивается. И тогда они вместе приближаются друг к другу. Но лодка кренится на бок, и пожилые рискуют упасть в воду. К счастью, они смогли удержать равновесие. Многие пользователи соцсетей высказались о том, что такие отношения – это редкость и счастье. Здраво, меня зовут Мерка Здравич. Сегодня я нахожусь на Анимао – фестивале молодежной современной культуры. Внутри находятся любители аниме, кино, комиксов. Собственно, что я рассказываю? Пошлите посмотрим. Вот я обычно спрашиваю у всех, кто во что одет. А сегодня я спрашивать не буду. Я как бы уже давно, в 18 лет хожу на Анимао и попробую угадывать сам. Меня тут уже все знают. Здрасте. Вы же такие, есть? Нету. Вы очевидный Григорий Лепс. Конечно. Который продюсирует молодую начинающую любительницу фикусов. Именно. Вы из Японии? Нет. Владивосток? Тепло. Китай? Да. Кто за персонаж у вас? Повелевает мертвыми с помощью вот этой флейты. Зомбирующей мелодии для мертвых душ. То есть начинает, как Ольга Бузова, начинает играть. Да. Вокруг. Куча поглотников. Потом в Пермь поглосят петь гимн за 5 миллионов. Да. А Ирина Аллегрова, у которой корпоратив не очень удался. Вау. Насколько я близок к цели? На 37%. Я владею суперсилой в плане физической. Я вижу. Двигаюсь со скоростью звука. У вас суперскорость, но нет суперторможения, судя по лицу. У меня еще к вам такой вопрос. Вот скажи... Тогда генерал заохнул. Нет. Вот разгвардия. Нет. Я подполковник Майс Хьюз и очень сильно люблю свою семью. Один гомункул меня так и убил. Он перевоплотился в мою жену. Иногда у меня такое впечатление, что у меня жена... Гомункул у нее перерывается. А ты попробуй ей голову отрезать. Если новая отрастет, точно гомункул. Если нет... Какой вы зверь? Пикачо. Нет, я вас узнал, конечно. Если честно, я вообще... И вас я тоже узнал. Вас по телеку показывают чаще, чем меня. Потому что на митингах вот это все я смотрю каждый день. Вы там... Положено по статусу. Феминизм там, не феминизм. Если девчонка уже прет на тебя с кулаками... Руки — это потенциальные кулаки в любом случае. Руки потенциальные кулаки. Если у человека есть, то как бы... Да, то есть рука есть, как бы это все с кулаками. Вон девчонка, вон она идет уже, она готова. Ужин, говорю, где? Она говорит, у меня что, 10 рук? Вот я думаю, что вы как раз девушку, которая все успевает реально. Они для того, чтобы карать неугодных. Каких неугодных вы караете? Тех, кто неугоден Богу нашему амнисин. У меня дома икона. В машине еду. У меня хоть прав даже нет. Я все равно водителю говорю, извините, я выложу своего. И вот амнисию обязательно выкладываю. Правильно делать и продолжать так делать? Ну да, американский футболист. Сейчас я сам по году на самом деле играл. А, за волкодавов играли? Не в американский играл. Ага. Ну и даже не в футбол, но не важно. Вы, мое тело, которое я обещал себе год назад. Вот вы же, а не мы накачались, так скажите. Конечно, в общем, три подхода по сериям, получается, в день. И дорама какая-нибудь корейская, и кей-попа послушать, и все. Че тут происходит? Так, так, это все нормально, это все операторы. Полицейский беспредел. Полицейский беспредел. На всех телеканалах завтра будет. Не будет. Не будет. Не будет. Не будет. Не на всех, не на всех каналах это завтра будет. У нас в стране проблемы без того хватает. Поэтому все нормально. Там вот это образование, коррупция, наконец. Есть инфа от нашего человека. Пока не надо лодку раскачивать. Спасибо огромное. Спасибо. Парни, забирайте. Мы все нашли. Все. Кот, смотри. Мне закинули. Все, что она документирована. Фестиваль Анимау подходит к концу. Я сегодня много пообщался с людьми. Не все, конечно, дружелюбные, ребят. Все очень дружелюбные и хорошие. И до скорых встреч на Анимау. Анимау подходит к концу. Анимау подходит к концу.